И направляемся прямиком в Гагаринский парк. А там случилось отличное, я вот не знаю, как по-другому выразить, но просто слов не остается других, вот такая интересная, важная, актуальная новость. Дело в том, что на данный момент территория парка Гагарина составляет 32 гектара, а уже в ближайшем будущем уже начались работы, эта территория расширится, почти в половину станет 57 гектаров, работы ведутся там масштабные, и какое-то время это все займет, тем не менее, вы только представьте, что нас ожидает впереди. Да, самое главное, хочется отметить, что работы ведутся для того, чтобы наш город, Симферополь, становился более красочным, природным, зеленым, так сказать, да, вот парки, скверы, чтобы облагораживались. Вот ты знаешь, раз мы заговорили на тему природы, всей этой красоты, хотелось бы узнать, как давно ты был в Ялте? Или любишь ли ты этот город? Ялту обожаю, но надо признать, во-первых, я думаю, ни для кого не секрет, что Ялта это один из главных и, пожалуй, даже главный курортный город Крыма, был не так давно, был летом, потому что у нас зачастую съемки там проходят. А почему спрашиваешь? Вот просто я хотела уточнить, а в Никитском ботаническом саду ты вообще часто бываешь или нет? Ты обращаешь ли внимание вот на прекрасные растения, например, как у нас в студии сейчас? Ну вот на эти растения я не могу не обращать внимания, а вот в Никитском ботаническом, ну вот, к сожалению, к своему упущению великому, был я давно, наверное, еще в школе. А вот Александр Ткачев, наш корреспондент, побывал там, и что же он делал, сейчас узнаем. Это вовсе не черный ящик, а закутанное в полиэтилен уникальное растение. Сосна же фрея. Таких сосен на полуострове больше нет. Конкретно этот экземпляр я вырастил собственноручно из семейки, которую мне привезли из Северной Америки. И теперь это дерево хочу подарить Никитскому ботаническому саду. На своей родине сосна достигает 65 метров в высоту и имеет сизую хвою. Особенность дерева в запахе смолы, живицы. Аромат нетипичный, напоминает смесь ванили и лимонной цедры. Спасибо большое за такой прекрасный подарок. Никитский сад собирает растения со всего мира. И вот такой замечательный экземпляр веткой сосны, который у нас нет, я думаю, что найдет достойное место в Каниферетуме. Каниферетум – это как раз парк хвойных нашего Никитского сада. Дерево – общий вклад редакции «Утро нового дня» в коллекцию хвойных растений, в частности сосен, которую в Никите собирают с 1812 года. Даты основания сада. В Никитском ботаническом саду на площади 40 гектаров произрастает коллекция галасимных растений из 175 видов, разновидностей и садовых форм. Наибольшую представленность имеют роты кипарис – это 28 таксонов, затем можжевельник – 24 таксона, сосны – 20 таксонов. За прошедшие два столетия запах хвои стал визитной карточкой крымского лета. Большинство этих ароматных растений привезены из зарубежья. В коллекции Никитского ботанического сада произрастает сосна, которая является самой теплолюбивой сосной. Это сосна Монте-Сумы, родина ее Гватемала и Южная Мексика. У этой сосны уникально длинная хвоя на родине до 50 сантиметров длиной, в условиях южного берега Крыма примерно 25 сантиметров длиной. Вот мы под кроной этого дерева находимся. А вот еще один уникальный экземпляр. Таких деревьев на весь полуостров не более десятка, несмотря на то, что растение буквально сразу успешно адаптировалось к нашему климату. Мы находимся рядом с очень интересным видом сосны. Это сосна Бунге, родом из Северного Китая, очень засухоустойчивый вид. Обратите внимание, какая красивая кора, имеющая рисунок камуфляжа. Из-за привлекательной коры 8 лет назад дерево чуть не погибло. Вандалы острым ножом со ствола срезали большой пласт коры. Дендрологи делали неутешительные прогнозы, но сосна пережила ранение и теперь ее украшает глубокий шрам. Работники ботанического сада планируют в ближайшем будущем широко культивировать сосну Бунге в Крыму, так же, как в свое время распространили итальянскую. Перед нами один из старейших экземпляров сосны итальянской Пиме. Посадка 1818 года. Три дерева произрастают, прекрасно себя зарекомендовали, дают схожие семена. Это дерево прошло интродукционное испытание. Теперь это не только визитная карточка средиземноморских стран, но и южного берега Крыма. По мнению дендрологов, вечно зеленые деревья очень важны в условиях жаркого климата. Они не только дезодорируют воздух, но и, самое главное, дают густую тень летом. Ученые доказали, что южное солнце способно накалять камни до 90 градусов, в то время как под кронами деревьев сохраняются комфортные плюс 20. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня.